Освободит, он солен. Большое русское спасибо. Вы гордость наша и оплот. На вас надеется Россия. Зачитывая стих соседки по комнате, Татьяна Галяк не может сдержать слез. Это произведение женщина написала в начале специальной военной операции, а совсем недавно она скончалась. Татьяна Львовна скучает по подруге. За 20 лет в доме престарелых и инвалидов так близко она не сошлась больше ни с кем. Она во мне так нуждалась вообще. Потому что ни руки, ни ноги у нее не работали. А голова светлая. У каждого из местных подопечных свои причины быть здесь. Татьяна, например, пришла по собственной воле. Хотя выбор был непростым. После маминой смерти меня сестра привезла из Камышины в Мурманск. А у нее сыночек. Она с сыном жила. Ну, в более шизофрении, к сожалению. И я вынуждена была бежать. Путь куда-то. В доме-интернате женщине нравится. Она пишет стихи и песни, занимается гимнастикой, участвовав в интеллектуальных играх. Недавно даже выиграла турнир по шашкам. Сегодня все подопечные дома престарелых заняты благородным делом. Мастерят окопные свечи для бойцов СВО. Мастер-класс проводят уже во второй раз. До этого волонтеры приходили сюда в День защитника Отечества 23 февраля. Пришли одни мужчины. Сказали, что вот в следующий раз на 8 марта мы вас позовем, да, женщины проживающие. А вот сейчас мы. И тогда вот было 10 мужчин, которые, ну вот, причем многие из них это люди с ограниченными возможностями. Ну, как они сами тогда говорят, для них это вот такая возможность, ну, хоть какую-то маленькую лепту внести в общее большое дело. После того, как свечи зальют парафином, их отправят высыхать. И уже в ближайшее время они отправятся на фронт. С начала года в Мурманске сделали больше 2000 таких свечей и 12 маскировочных сетей. Данил Скуратов, Руслан Мавлютов, ТВ, 20 НПлюс. Данил Скуратов, Руслан Мавлютов, ТВ, 20 НПлюс. Продолжение следует...